Приветствую вас! Внимательно презентал я ваше сообщение. Если честно, то ситуация представляет мне достаточно неоднозначную и, по крайней мере, для вас. Ее неоднозначность в том, что ваш молодой человек, он как будто бы, знаете, он как будто бы вас, ну, знаете, не то чтобы прямо использует, но он изначально ставил себя так, что вы как бы инициатор его с вами отношений. То есть, мужчина сам по себе, он ничего такого особенного прямо не делал для того, чтобы вы с ним были. Мужчина, да, он немножечко вас ревновал, мужчина, да, проявлял вам внешность, но, как бы, вот до конца с вами в отношениях он, в принципе, не был никогда. И это, на самом деле, большая проблема, потому что, видите ли, у человека, как вы говорите, он достаточно скрытный, он достаточно сложный человек по своей природе. И это накладывает определенный отпечаток на то, как у вас складываются ваши отношения, хотя бы потому, что мужчина, вероятно, имеет ряд своих комплексов, ряд своих внутренних проблем, и эти проблемы не позволяют ему в достаточной степени реализовать себя рядом с вами. На самом деле, даже по сути, вот знаете, в том, что вы говорите, как вы говорите, есть ваша вина, на самом деле, даже в этом, как бы, в этом как таковом, Вашей вины, по моему убеждению, нет, потому что, ну, вы выходили из отношений, и, в общем-то, вы сами написали, что никакой инициативы по отношению к своему молодому человеку тогда не проявляли. То есть, да, вы проводили с ним время, да, у вас было что-то общее, но, в принципе, на этом все. Я не думаю, что претензии вашего мужчины, они, вот знаете, как-то обоснованы. Я не думаю, что сам молодой человек, знаете, не понимает абсурдности тех претензий, которые он вам предъявляет, потому что, ну, на самом деле, обвинять вас, во-первых, во-первых, в том, что вы делали в прошлом, при этом на тот момент у вас не было ничего серьезного. Обвинять вас в том, что вы делаете сейчас, хотя ничего такого, прямо уж экстра, экстра негативного вы так же не делали. Обвинять вас в том, мягко говоря, ну, странно, и мужчина, получается, преследует какую-то другую цель. Мужчина преследует какую-то другую цель. Какую цель? Вот это вот самый главный вопрос, который вы задаете. Что мужчина хочет? Он как бы держит с вами дистанцию, но при этом, да, и не разрывает полностью отношения между вами. Так вот, молодой человек, он в силу своего гаректора, в силу своей заснутости и типа личности, вы мало про него достаточно рассказали, но мужчина, скорее всего, в силу своего типа личности, в силу своего отношения к жизни, чувствует, что вы гораздо более активны, чем он, гораздо более активны, я имею в виду в социальном плане. И ему не нравится, что вы общаетесь, ну, вот, например, с другими мужчинами, ему не нравится, что вам поступают какие-то какие-то, ну, звонки, какие-то там сообщения, пусть даже и дручки. Мужчину все это не устраивает. Ему это не нравится, ему это выставляет неудобства. И, вы знаете, вот, что бы делал, что бы делал на его месте другой молодой человек, примерно, вот, с таким же типом мышления, что и у вашего мужчины. Другой молодой человек, на месте вашего молодого человека, он бы, на самом деле, начал бы устраивать вам всеми ревности, которые и устраивал вам ваш мужчина. Но только, видимо, не в таком немножечко формате, да, не так, наверное, активно, не так рьяно. Связано это с тем, что он понимает, наверное, что вы человек достаточно активный, достаточно самостоятельный, серьезный, чтобы вот так себя с вами вести. И мужчине не нравится, как он себя ведет, естественно, и из-за этого он от вас отдалился. Он понимает, что, да, он может вас как-то вот завоевать, он может с вами быть в отношениях, он может с вами находиться в них, но при этом мужчина отдает себе отсчет в том, так же, еще, что удержать вас, вот, удержать вас в той форме, в какой ему бы хотелось, тактически невозможно, и ему непосредственно. Просто потому, что вы не такой человек, чтобы, знаете, сидеть, например, дома, да, и общаться только с ним. А этому мужчине и не нравится, что вы гораздо более активны, чем он. Потому что вы своим поведением, ну, показываете ему, какой он, знаете, несостоятельный, неуверенный в себе. То есть вы даете ему ощутить себя, ощутить себя, ну, скажем так, хуже, чем он сам о себе думает. И вот эта проблема, даже не сказать, чтобы прямо проблема, знаете, это не то, чтобы проблема, это скорее особенность его поведения, это особенность его характера, особенность его личности. Ему нужна такая женщина, которая бы подчеркивала его мужественность, которая бы подчеркивала его, ну, сильные стороны. А у вас получается, что мужчина чувствует себя в большей степени негативно. То есть вы слишком активны, это для него заставляет угроза, угроза его душевному спокойствию. И поэтому он хочет от вас, наверное, именно какой-то вот такой, знаете, стопроцентной преданности, стопроцентной уверенности в вас. А эту уверенность он не получает. Без уверенности молодой человек не готов с вами быть в отношениях. Без уверенности мужчина не хочет, чтобы между вами что-то было такое вот, я имею в виду прям серьезное. И без уверенности он оттапкивает вас. То есть он понимает, что вы не отмечаете его, по сути дела, требованиям, он понимает, что вы не отмечаете его желаниям и так далее. Вот мужчине это не устраивает. И из-за этого он, собственно говоря, и ведет себя так странно. Значит, вы можете как спасти ваше отношение. Вот буквально по факту, как вы можете спасти ваше отношение. Либо вы будете мужчину как-то тянуть за собой, то есть мешать ему, объяснять ему прямо вот чуть ли не на пальцах, объяснять ему будете, что вот то, что вы делаете, это совершенно нормально. И то, что вы общаетесь с другими мужчинами, это тоже совершенно нормально. И в этом нет никакой угрозы мужчине. Если вы сможете до него это донести, то тогда у вас есть шанс, что отношения сохранятся с учетом таких аспектов, как, например, сохранение вашей, вашего образа жизни, сохранение вашей жизненной позиции, ну и отсутствие ущемления в чем-либо. Второй вариант, который вы можете использовать для того, чтобы сохранить отношения с мужчиной, это, по сути дела, отвечать, кем его требовать. То есть просто спросить у него для начала. Вот, хорошо, ты не против вроде бы со мной встречаться, ты не отказываешься со мной встречаться, значит, наверное, какая-то симпатия у тебя ко мне есть. Он, наверное, скажет вам, что да, действительно, какая-то симпатия у него к вам есть. И когда вы спросите у него, «Хорошо, а как мне, что мне нужно сделать по твоему мнению, да, чтобы ты был, ну, допустим, в покое? Чтобы тебе было хорошо, чтобы ты чувствовал, что вот все так, как ты хочешь? То, что мне нужно сделать?» И вы послушаете, как мужчина видит ваши отношения. То есть он-то вам на самом деле не говорит о том, как он к вам относится. И на самом деле, пускай и не говорит. То есть не нужно его как-то вынуждать на то, чтобы он говорил вам. Но вы можете спросить у него, как он видит ваши отношения. То есть что, по его мнению, вы должны делать, чтобы он был доволен. Вот он вам скажет, вот вы послушаете. И когда вы послушаете, когда вы будете иметь представление о том, какой он видит вас для себя идеально, вы уже сможете задать себе вопрос, вот хочу ли я быть такой? Хочу ли я отвечать его интересам, например? Хочу ли я соответствовать желаниям мужчины? Что я получил за это? Ну, например, да, и так далее. И так вам будет более ясно, если у вас будет железнод. Потому что мужчина, он достаточно упрямый, он достаточно своевольный и, как мне показалось, достаточно эгоистичный, чтобы принимать вашу позицию в контексте отношений. То есть он-то, скорее всего, не будет мириться с тем, что вы делаете что-то, что ему не нравится. Он, скорее всего, не будет мириться с тем, что вы не делаете так, как ему хочется. он будет либо требовать от вас, чтобы вы сделали, как хочет он, столько, либо он будет от вас требовать, точнее, либо он ничего не будет требовать, а просто будет вот так вот себя вести. При этом заставляя вас отчасти чувствовать себя виноватым в том, что ну вот, вы сейчас уже чувствуете себя виноватым. Это неправильное чувство, оно иллюзорное, оно продиктовано отношением вашего молодого человека к вам. и это является тем, что ему выгодно. Соответственно, от чувства вины нужно избавляться, потому что оно вам ничего хорошего не принесет. Человек навязывает чувство вины другому, когда сам не хочет нести ответственность за что-либо. И в данном случае ваш молодой человек не хочет нести ответственность за ваши отношения, он перекладывает их, точнее, ее, эту ответственность на вас, и тем самым снимает ее с себя, по сути дела, вверяя вам будущее и движение ваших отношений. Но это противоречит мужской сущности, это противоречит тому, что мужчина проявляет инициативу в отношениях, и, собственно говоря, вам ну не надо предъявить, а сити вообще вот, ну, с этим человеком быть. Потому что вполне возможно, что вам удобно с ним общаться, вам удобно с ним проводить время, но совершенно неудобно быть в отношениях, просто потому, что требования у человека совсем другие и не соответствуют тому, чего, например, хотели бы получить вы. На этом все, надеюсь, что помог вам, если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим, желаю вам всего доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!